Кто-то умный сказал, напав на Украину, Россия выстрелила себе в висок. Уже только слепой не видит глобальный крах путинской страны. Провал Кремля в Украине приведет к уничтожению российского государства как такового. И путинская Россия, и Россия, вот какой мы ее знаем после Петра Великого, этого поражения не переживем. Причем, как тому же Гетману Сагайдачному, украинцам не обязательно брать Калугу. Россия развалится сама собой, и этот процесс уже запущен. Запущен Украиной. Это взорвет безусловно страну в той или иной форме. Если кто-то думает, что можно добывать какое-то количество украинцев и что-то сберечь при этом, так не получится. Мы не говорим, что это будет завтра или через год. Нет, на это уйдет несколько больше времени. Но то, что это обязательно произойдет, не сомневаются даже сами россияне. Как Югославия была беременна новыми странами, так Россия, Российская Федерация, с которой мы больше такой уже на карте никогда не увидим, она беременна новыми странами. Но обо всем по порядку. Для начала немного остудим пыл псевдопатриотов, которые ошибочно считают, что... Россия никогда ни на кого не нападала. А есть еще и такие, которые уверены, что Россия не проиграла ни одной войны. Этот миф непобедимости мы тоже разрушим. Вообще хотим заметить, что войны приводят не только к утрате территорий проигравшей стороной, но и даже уничтожении целых империй. Вот, например, итоги Первой мировой. Рухнули четыре империи. В Германии и России произошли революции, в ходе которых были свергнуты монархии. Германия стала в итоге демократической страной. Австро-Венгрия и Османская империя развалились. Подобное настигло Японскую империю после Второй мировой войны. Но вернемся к империи Российской в ее разных формах реинкарнации. Пожалуй, первым серьезным поражением российского оружия стала Крымская война. Николай Первый, значит, обидевшись на тогдашний Майдан, то есть на Европейские революции 1848 года, решил показать, что матушка Россия всему свету голова, решил провести маленькую победоносную войну со слабой Турцией, рассчитывая, что за нее никто не вступится. Ничего не напоминает? Обиженный монарх, Европейский Майдан и маленькая победоносная война. Но тогда, как и сейчас, эти относительно маленькие государства не остались один на один с захватчиками. За турков вступились англичане с французами. Впрочем, как и за Украину. И так же, как и в Украинской Отечественной войне, Крымская война продемонстрировала отсталость россиян во всех сферах. Вдруг оказалось, что англичане и французы способны доставлять вооружение и припасы в Крым, находящиеся как бы на другом конце Европы, гораздо быстрее, чем доставляют из России. И вопрос логистики Крымской войны послужил дополнительным поводом для продажи Аляски Соединенным Штатам. Вот так поражение в Крыму привело к первой серьезной, пусть и добровольной утрате территории Российской империи. 40 лет спустя Майдан наметился уже в самой России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. И такая война вновь состоялась. Громадная Россия и небольшая Япония полтора года выясняли отношения на Дальнем Востоке. А в чистую проигранное Цусимское сражение не только поставило крест на доминантности России в регионе, но и привело к очередной потере земель. Россия теряет все свои приобретения в Манжурии. К моменту заключения мира японцы уже захватили весь Сахалин. Но по подписанному виду договору Япония получает остров не целиком, а только южную его часть. Границу проводят по 50-й параллели. Поражение в этой войне стало точкой отчета в крушении Российской империи, которую довершила Первая мировая. Россия будет жить с оглядкой на Дальний Восток, но не усвоив правила, посеешь войну, пожнешь революцию. Жатва наступила в 17-м году. Февральская революция уничтожила российскую монархию. И одна империя сменила другую, потеряв при этом Финляндию, Польшу и Прибалтику. За 70 лет Советский Союз путем миллионов жертв сумел несколько расширить свою территорию. Но и ему было суждено каметь в лету. А виной всему стал Афганистан. Очередная проигранная война привела к очередной революции. 30 лет назад нам было не досуг довести дело до конца. У нас было ощущение, что мы победили. Это было ложное ощущение. Потому что мы думали, что враг наш – коммунизм. А империя просто сменила одежку, накрылась другим флагом. Потеряв не только соцстраны, но и так называемые союзные государства, обнищавшая Российская империя как никогда была близка к исчезновению с мировых карт. Но этого не допустили ни россияне, как считает Шендерович. А кто бы вы думали? В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гумпомощи вот эти вот проклятые пиндосы и гейропы. И это было. 10 февраля 92-го года со всех аэродромов США в воздух поднялось 118 военно-транспортных самолетов. И началась операция «Подари надежду». Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом и везли все это в Россию. А еще говорят, в Кремль привезли два самолета денег, чтобы Россия не рухнула. Сумасшедшие финансы тогда американцы вложили в подыхающую постсоветскую страну. США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов. Многие удивятся, почему Штаты не только не позволили развалиться России, но и помогли ей сохранить свою целостность. Все очень просто. Ядерное оружие. Если бы Россия не была нашпигована вот этим ядерным оружием, то про нее бы просто уже давно забыли. Американские аналитики посчитали, что если 5000 боеголовок разберутся по небольшим княжествам, то собрать их будет практически невозможно. Да и кто знает, где они в конечном итоге всплывут. Поэтому Вашингтонам было принято стратегическое решение спасти Россию. Вспомните, там, двуглавый в 90-е, да, висел обдерганный скелет, а жирок он набрал уже на гумпомощи. Со временем двуглавый окреп и начал зарываться и борзель. Мало-помалу он развязал маленькие войны, но на это с глубокой обеспокоенностью закрывали глаза. Чувствуя свою безнаказанность, он решил оторвать кусок побольше, так сказать, заявить свои права на имперские земли, забыв при этом все уроки истории. И подданные царя безоговорочно поддержали своего хозяина. Я одобряю полностью позиции России. Это было необходимо, я так думаю. Это враги, надо бороться, как с немцами. Большинство всегда принимает ту норму, которая определяется элитой. Стружка ложится по форме магнита, и страна Томаса Сымана становится страной Геббельса, и наоборот. Но так же, как и Рейх Геббельса, распадется и Рейх Путина. Кемль вновь становится на одни и те же грабли. Посеешь войну, пожнешь революцию. В результате путинского правления распад России дальнейший, ну, в общем, практически неизбежен. Потому что когда этот самый Володин говорил, что не будет Путина, не будет и России, он даже не представляет, до какой степени он прав. Верно, потому что всю свою историю Российская империя во всех своих реинкарнациях существовала благодаря страху. Власть держала свой народ на коленях без права даже голову поднять. А любые попытки тут же жестко пресекались. Но все изменилось с нападением на Украину. Россия исчерпала возможности для поддержания своей целостности. То есть у нее нет внутренних военных сил, полицейских сил и так далее. У нее нет аргумента, который всегда работает в таких больших странах, что вместе выгоднее, чем по отдельности. На аргументе взаимовыгоды существуют все федеративные страны. США, Канада, Германия. В тех же штатах население Монтаны само выбирает своего губернатора, а не получает в подарок от Вашингтона какого-то дядю из Вермонта. У каждого штата своя законодательная база, свои экономические приоритеты и большинство налогов остаются в регионе. Центр же занимается обороной и сугубо федеральными вопросами. В России все по-другому. Но почему в одной стране находится Вологодская область, Марий-Эл, Кадыровская, Чечня и Хабаровский край, объяснить нельзя. Никаких рациональных объяснений нет. Объяснение сегодня только одно. Есть вот эта дивизия НКВД. Вся власть в России при Путине перешла в руки самого Путина. Попытка в 90-е создать Демократическую федерацию по западному аналогу в 2000-х была уничтожена на корню ГБшным карликом. Он ебнутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли. В России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. А коль нет основ федерации, нет взаимовыгоды между регионами, а все заработанное отдается в Москву, такое государство не имеет будущего. Как только начнется вот эта слабина почувствовать, да, эта федерация, в кавычках, развальц первой идет, Чечня, Северный Кавказ, там Башкирский султанат, Дальневосточная республика. Значит, либо мы срочно находим довод для Хабаровского края остаться в составе России, помимо ОМОНа, либо, конечно, эта рука разожмется, как разжалась рука КГБшная советская. Вдруг выяснилось, что защищать советскую власть некому. А то, что внутри страны сепаратистские настроения существуют, можете даже не сомневаться. Подумайте, как долго в составе России будет Чечня, если ее перестанут накачивать миллиардами из бюджета. Или Татарстан, который единственный в так называемой федерации имеет двух президентов – кремлевского и местного. Некоторые татары даже воюют за Украину. Ирзиане, около 10 человек, и наши татары воюют против российских оккупантов. А участившиеся в последнее время крики кремлевских пропагандистов о сепаратизме на Урале? Да что там, целый скандал разгорелся между Соловьевым и губернатором Свердловской области. У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либераты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Екатеринбуржцы в этот раз решили таки голову поднять и ответить кремлевскому рту. А на Урале любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Главный петух телеэкранов не утихомирился, а напротив расправил крылья и шире раскрыл клюв. Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь губернатором? Нет, Рудольфович, на пропагандистских сошах даже размениваться никто не будет. Это был обычный посыл, что регионы устали молчать от оскорблений Москвы. И не ровен час столица поплатится за все унижения, воровство и обнищание богатого региона. И таких потенциальных народных республик в многоэтнической России предостаточно. Мы сделаем все для свободы наших детей от московского иго. Хватит хорбить Москву. Хватит молчаливо участвовать в агрессивной войне против братской Украины. Слава Кубанской народной республике! Героям слава! Идель-Урал, Северный Кавказ, Сибирская и Уральские республики, Якутия, Кубань и тем более Дальневосточная республика, которая до сих пор не может простить не только передачу Китаю Даманского, но и более крупных подарков Путина. Президент Владимир Путин подписал соглашение о границе с китайской стороной таким образом, что часть российских территорий отошла Китаю. За что его в Хабаровске никогда не выбирали, кстати. Они украли нашу землю? Ее у нас нету, все. Но острова это лишь малая толика заинтересованности Китая в российских территориях. Китайцы уже давно освоили Дальний Восток России. Они годами вырезают леса Сибири, десятилетиями истощают земли Забайкалья. Да что там, они уже завели потомство. Русская женщина идет замуж за китайца. Почему? Потому что китайцу ему на родине не разрешается иметь больше одного ребенка. Он приезжает в Россию и он производит потомство, сколько он хочет. Он под российским законодательством. Но это получается уже китаец. Это уже не русский. Сейчас в Китае разрешают уже иметь до трех детей на одну семью. Но средний показатель в шесть детей, который был до принятия антидемографического закона, можно осуществить только в России. Да и сами россияне уже активно учат своих детей китайскому языку. Сибири, 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 сибири. Видно же, как китайцы завоевывают Россию. Они же не прямым захватом идут, они идут экономическим захватом. Такая дальновидность некоторых родителей говорит о том, что многие из них очень даже не против жить в Поднебесной. И это неудивительно, когда засыпая в бараках Благовещенской, на другой стороне реки они видят такое. Цепляет глаз, конечно же, шикарный вид на другое государство. И Благовещенцы каждый день могут наблюдать вот этот красивый вид. И это касается не только Китая. Те же жители Курильских островов с удовольствием бы жили под прелом самой продвинутой страны мира – Японии. И развязанная Россией война в Украине в скором времени предоставит им этот шанс. Об этом уже заговорила и сама страна восходящего солнца. МИД Японии впервые с 2003 года назвал острова Курильской гряды оккупированной Россией территорией. Вернулась и формулировка о принадлежности южных Курил в стране восходящего солнца. А что уж говорить о Карелии, когда-то развитом финском регионе, который после захвата России превратился в Клааку. Вот, например, Светогорск – город в километре от Финляндии. Россия, смотри, все, вот Российская Федерация. Слушай, а что так воняет? А, тут завод какой-то. Так, разбитые дороги. А, ну все. Мы поехали 500 метров! Какой же ад, ребята, это же просто нечто. В своей территории намерен вернуть и, казалось бы, дружественный Казахстан. Петропавловск наш, и Оренбург наш тоже. Это мы вам Оренбург дали, а не вы нам, Северный Казахстан. А учитывая участившиеся угрозы со стороны кремлевских пропагандистов, казахи с удовольствием ускорят этот процесс. Вот, например, реакция самого что ни на есть россиянина Кео Саяна на отмену парада в Казахстане. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Они помешались настолько, что угрожают уже абсолютно всем. Скоро Тверь начнет претендовать на Вологду, а Калининград восстанет против Москвы. И это не постапокалиптический сценарий. Все к этому идет уже сегодня. Это ближайшее будущее. Россия развалится, и ее части начнут, как вы прекрасно понимаете, драться между собой. Моя родная Москва дерется с каким-нибудь столь же дорогим для меня Томском. Такое уже было в 15 веке. Феодальная война в московском княжестве за престол. И такое еще будет. Будет из себя представлять ряд хаотических и плохо управляемых недогосударств, в какой-то части из которых власть будет принадлежаться, очевидно, хлебтократам, в какой-то части будут принадлежать силовикам. Какая-то часть может быть вполне себе демократической. Хотим отметить, что практически любая империя проходит подобный путь после поражения в войне. Для кого-то такая трансформация стала стимулом к прогрессу, как та же Германия, которая сейчас одна из сильнейших федеративных стран мира. А Венгрия, потерпев поражение в Первой мировой, лишилась множества территорий и уже более ста лет обижена на весь мир за уничтожение Австро-Венгерской империи. В случае с Россией точно известно одно – безболезненно и беспровно это не пройдет. Начнется борьба за власть, явно начнется вот эта анархия, явно, а весь мир еще замрет в ужасе, потому что это же все на горе ржавого ядерного арсенала. Верно. Раньше мы упомянули, что США спасли Ира от развала, чтобы удержать ядерное оружие в одних руках и не дать ему расползтись. Что изменилось, спросите вы? Мы точно не знаем, но последнее поведение американцев – ленд-лиз, миллиардные подарки, крутейшее оружие – позволяет нам сказать, что что-то таки изменилось. Все указывает на то, что США готовы к развалу не до федерации. К чертовой матери должно исчезнуть этой устаревшей империаса ядерным оружием. Вот этот пистолет у виска человечества должен все-таки быть разряжен. Чем закончатся феодальные междоусобные войны и в каких границах будет существовать Россия или Московия, покажет время. Но этот холодный душ для населения крайне необходим. Оргов можно отмыть, но они все равно орки, и они все равно все друг на друга очень похожи. И поскольку я сам орк, да, и сам из Мордора. И если к каждому в Мордоре придет такое же осознание, что они виновны в развязанной войне в Украине, виновны в том, что живут в дерьме, виновны в развале своей страны, то, возможно, на руинах этого Мордора возникнет какая-то равноправная федерация. И Москва будет ценить и уважать алмазную Якутию, а главный офис наследника «Газпрома» будет в каком-нибудь Салихарде или Новом Уренгое. И все налоги за проданный газ будут платиться там, а не в Москве или Питере. И это касается всего. Абсолютно всего. Это как барон Мюнхгаузен. Мы должны сами вытаскивать себя за волос. И начнется это с обрушения, с какой-то точки, когда будет понятно, что произошла катастрофа. И эта точка невозврата произошла 24 февраля, когда российские ракеты, упав на украинские города и села, начали отсчет распада очередной и, пожалуй, последней в мировой истории Российской империи. Что же касается Украины, то, по мнению многих экономистов и политологов, ей пророчат развитие, по примеру, Южной Кореи. А как за 70 лет при поддержке США преобразилась Корея, известно. Также известна судьба другой Кореи, которая крепко дружила с СССР и ее наследницей. Вот так война, развязанная больным маразматиком, одних приведет к развитию и успеху, а других загонит в изоляцию и нищету.